Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый предпраздничный вечер! В эфире программа новости Таллина в студии Екатерина Плехова. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам об основных событиях уходящего дня и о планах столицы на предстоящие длинные выходные. Завтра исполняется 30 лет с момента восстановления независимости Эстонской Республики. В столице приуроченных знаменательной дате мероприятия начались уже в среду. Концертами в Хаберсте и Мустамя продолжились открытием центра посещений на Таллинском певческом поле, о котором мы вам сегодня расскажем подробнее. Но все же главные мероприятия пройдут завтра и в субботу. Но если завтрашний поход к телебашне или ночной певческий праздник уже стали многолетней традицией, то появится и новая традиция, о которой мы вам тоже расскажем. Но вначале о некоторых событиях сегодняшнего дня. Правительство сегодня собралось на очередное заседание не только на фоне размышлений о предстоящем празднике, но и на фоне роста эпидемиологической ситуации. 357 новых заболевших, 92 из них в больницах. С другой стороны, в Эстонии более 700 тысяч человек получили хотя бы одну дозу вакцины, что является неплохим достижением. В любом случае, правительству не удалось сохранить праздничный настрой и слишком много проблем в стране. И не только в стране. Вспомните хотя бы Афганистан, о котором очень много говорили сегодня в кабинете министров. На пресс-конференции правительства традиционно говорили о пандемии. Но министры обороны и внутренних дел упомянули о проблемах, лежащих далеко за границами Эстонии. Весь мир следит за афганской трагедией. Эстонские военнослужащие принимали участие в военной миссии в составе американских, британских и немецких подразделений. Им помогали в общей сложности около 200 переводчиков, но не на постоянной основе. Эстония готова оказать союзникам необходимую помощь, чтобы помочь этим людям. Пока же принято решение принять в стране 30 граждан Афганистана. Они – гражданские люди. У нас есть уже и списки этих людей. Они сотрудничали с Эстонией в рамках разных проектов, например, права женщины, девочек, образование, медицина. Это люди, которых мы знаем. Ситуация сложная. Мы договорились с союзниками, чтобы их взяли на организованные спецрейсы. Но ведь они должны еще попасть в аэропорт, а затем и на борт самолета. Время не ждет, но эвакуация людей из Афганистана – очень непростая логистическая задача. Помощь обещали оказать наши союзники. Между тем, фракция ЭКРА считает, что у Эстонии нет никаких обязательств в Афганистане. В военной миссии страна не участвовала в качестве самостоятельной стороны. Таким образом, мы лишь откроем миграционный насос. Эстонские неправительственные организации участвовали в гуманитарных и образовательных программах. Но теперь их миссия завершена. ЭКРА также считает, что под видом беженцев Талибан может внедрять своих террористов. Оба силовых министра заверили, что все 30 человек пройдут тщательную проверку. «Если смотреть на афганскую ситуацию в целом, даже на нелегальную миграцию с этого для нас северного направления, через Таджикистан, через Россию, Беларусь, то, конечно, нам надо учитывать такую возможность в наших прогнозах и сценариях. Так получилось, что у нас была возможность подготовиться к этому из-за событий в Литве, Латвии, Польше, вызванных ситуацией в Беларуси». Каякалас и Танелькик призвали политиков не спекулировать вымышленной угрозой в канун местных выборов. Хотя, несомненно, Европа стоит перед угрозой новой миграционной волны. По оценкам, из более чем 30-ти миллионного населения Афганистана уже 3 миллиона стало внутренними беженцами. Миграцию надо взять под контроль и помочь соседним странам. Но для Эстонии прямой угрозы сейчас нет. Ну а теперь вернемся к предстоящему празднику. Есть замечательная традиция предпраздничных подарков. Один из них, причем по-настоящему долгожданно, открылся вчера на Певческом поле. Много лет и жители Эстонии, и гости из-за рубежа, увидев этот уникальный объект, спрашивали, а где можно подробнее узнать об этом Певческом чуде. И, наконец, можно всем сообщить, что в колонном зале Таллинского Певческого поля состоялось торжественное открытие Центра посещений, где можно будет узнать историю родной страны и ее народов через призму музыки и поющей революции. На торжествах побывал Сергей Эвченков. Накануне на Таллинском Певческом поле состоялась торжественная презентация нового Центра посещений, посвященного истории поющей революции, певческих праздников и певческого поля. Центр посещений, открытие которого приурочено к 30-й годовщине со дня восстановления независимости Эстонии, распахнет двери для всех желающих 31 августа. Певческие праздники – гордость страны. Трудно найти другую такую страну, где чуть ли не весь народ собирается вместе, чтобы спеть любимые песни. И вот теперь у всех есть возможность познакомиться с увлекательной историей этого места. Этот центр очень модный. Это не такой традиционный музей, где очень много фотографий и, может быть, для детей скучно. Тут есть и для детей, и для взрослых, и для пожилых. И, конечно, для всех. Но особенно, я думаю, для тех, которые сами жили 30 лет назад. И вот посмотреть эту историю, которая часть нашей жизни. И здорово то, что здесь будут проводиться уроки для учеников. Ведь, согласитесь, одно дело, когда ты слушаешь сухие цифры и даты, сидя за партой. А совсем другое, когда ты находишься в том самом легендарном месте, и тебя окружают исторические предметы того времени. Это касается для всех, но особенно для школ Таллина, так сказать. Почему бы не проводить уроки истории, истории общественной наук. Вот здесь, в этих помещениях. Здесь все есть, здесь более понятно и более быстро можно овладеть этим. Примечательно, что центр был построен за довольно короткий срок, что в лишний раз показывает желание удивить и обрадовать гостей жителей столицы новыми экспозициями. Это ни в коем случае не означает, что строители как-то схалтурили или небрежно выполнили свою работу. Наоборот, это показывает их профессионализм и то, что один работал за троих. Информация о событиях 30-летней давности представлена настолько объективно, насколько это возможно. Ведь еще прошло по историческим меркам совсем мало времени, и в будущем потомки смогут оценить то, что случилось 30 лет назад. Ведь есть люди, которые возлагали на восстановленную независимость нашей страны свои несбывшиеся надежды. Никто тогда и представить не мог, например, появление серых паспортов, и что и через пресловутый и набивший оскоминный вопрос о сохранении русскоязычного образования будет вновь вытаскиваться наружу перед каждыми выборами. Но в праздник хочется думать не только о проблемах, но прежде всего о совершениях коих немалых, о чем напомнит открывшийся на поле центр. Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Таллина. Конечно, такой праздник, тем более юбилейный, время не только для веселья, но и для подведения итогов. Их вполне можно подвести, глядя на памятный камень на томпе или у телебашни, ставший 30 лет назад эпицентром всех событий. Телебашня станет центром и праздника, и воспоминаний о том далеком уже завтра, 20 августа. Таллинская телебашня важна не только как туристический объект, но также как и объект исторический. Именно здесь 30 лет назад произошли события, благодаря которым Эстония восстановила свою независимость. 20 августа 1991 года Верховный Совет Эстонии принял постановление о государственной независимости Эстонии, которое подтвердило независимость республики. Утром 21 августа советские десантники атаковали, захватили несколько этажей Таллинской телебашни, но после провала переворота освободили объект. Таллинская телебашня в десятый раз отмечает годовщину восстановления независимости Эстонской республики 20 августа праздничными мероприятиями. В этот день во двор телебашни приглашаются все, кого интересуют события восстановления независимости Эстонии и связанные с защитой Родины. Люди приезжают сюда именно благодаря этим событиям 30 лет назад и хотят посмотреть, где этот лифт, которого сокрыли перед десантником, где эти люди, где вот эти следы десантников, воинов. Сейчас таких следов тех событий в Таллинской телебашне уже не найти, но память о том, что же произошло 30 лет назад, и завтра наверняка побудет людей снова собраться возле башни, где им приготовлена разнообразная программа. У подножия телебашни разместится выставка военной техники, откроется тир, а кайцелит проведет показательный бой. Спасательный департамент познакомит с правилами пожарной безопасности и поведения на воде. Таким образом, организаторы мероприятия постараются и молодому поколению объяснить, что из себя представляет дата 20 августа. Я надеюсь, что вот новые поколения, которые родились уже в суверенной Эстонии, и которые, многие из них, они владеют уже, они двуязычные, они владеют, но сохраняли свой идентистит, что они чувствуют, что страна, где они живут и где будут жить их дети, они действительно чувствуют, что это их родина, патриотическое чувствуется. А национальность, это основывается на языке, на традиции, на веру. Кульминацией мероприятий, посвященных Дню восстановления независимости Эстонии, станет масштабный ночной концерт на певческом поле под названием «Свободная Эстония». На нем будут выступать около 500 артистов, которые исполняют хиты последних 30 лет. Организаторы напоминают, что в стране продолжают действовать антиковидные ограничения, поэтому в некоторые зоны мероприятий можно будет попасть, предоставив ковид-сертификат либо негативный результат ПЦР-теста. Сертификат можно предвидеть в цифровом виде или в бумажном. Также в некоторых местах будет предлагаться бесплатное экспресс-тестирование. Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Таллина. Если многое из того, о чем мы рассказывали в предыдущих сюжетах, уже стало привычными атрибутами, то городской праздник на певческом поле 21 августа обещает стать новой отличительной чертой нынешних и будущих торжеств. Итак, обратите особое внимание, что в субботу, 21 августа, в 14.00 на Таллинском певческом поле состоится бесплатный праздник для всей семьи «Увидимся вновь». О будущем празднике все знает наш гость, мэр Таллина Михаил Кылвард. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, ну прекрасная, мне кажется, новость о том, что торжества продолжатся и в субботу, и причем это будет такой семейный день, который нас всех сплотит и порадует. Надо отметить, что у нас был непростой год, и много запланированных мероприятий не состоялось, поэтому мы решили для себя, что летом мероприятий должно быть много. И вот неожиданно опять пришел ковид и новые ограничения, и мы встали перед выбором, отказываться опять от нашей программы или постараться все-таки ее провести в рамках тех ограничений, которые накладывает на нас государство, но все-таки это лучше, чем ничего. Поэтому большой праздник, который мы запланировали на Певчевском поле, он все-таки состоится. С целым рядом неудобств, ничего не поделаешь, как сейчас это требуется, будут проверять справки, но и без них можно будет прийти, тогда на месте совершенно бесплатно можно будет сделать быстрый тест. Поэтому немножко больше времени, но действительно для всех открыто и свободно, а главное бесплатно, можно прийти на семейный праздник, а это значит мероприятия и развлечения, предусмотренные для людей разного возраста, будь то спортивные, детские мероприятия или вечерний концерт для всех желающих. Михаил Ворот откроется в 13.00, праздник начнется в 14.00, и гости смогут гулять аж до 23.00. В течение 10.00 аж до 23.00 – это, наверное, для наиболее выносливых. Я думаю, что все горожане смогут выбрать для себя удобный промежуток времени. Кто ориентирован, может быть, больше на вечернюю программу, есть смысл подойти вечером. В 17.30 начнется концерт, так называемый хедлайнер этого концерта, группа, которая принимала от Литвы участие в Евровидении, она выйдет на сцену в 21.30. Для более семейного времяпрепровождения есть смысл подойти днем, тогда будут проходить различные соревнования, будет открыта детская площадка, будет выбор и для гурманов, так называемая улица различных деликатесов, по-простому это быстрая еда. И самое главное, территория большая, всем хватит места, можно будет разойтись. Вот единственное, хочется верить, что погода не подведет. Погода не подведет, детям есть чем заняться, родителям, но самое главное, что это праздник, во время которого мы все сможем почувствовать некое единство. Тем более, к нам еще и гости из Литвы пожалуют. Мне кажется, по большому счету, без лишнего пафоса, что создает ощущение дома. Земля, на которой мы живем, самые главные люди, которые нас окружают, и прежде всего наша семья. Поэтому юбилей восстановления независимости, это, безусловно, семейный праздник, кроме того, что это государственный праздник. Еще раз повторюсь, что был непростой период, и мы понимаем, что сейчас непонятно, какой период нас ждет впереди. Хочется, чтобы у людей была возможность зарядиться позитивными эмоциями, пообщаться, и уже во все оружие готовиться к началу учебного года. Спасибо большое, до встречи на празднике. Спасибо. Конечно же, мы присоединяемся к пожеланиям нашего гостя, мара столицы Михаила Кылварта, и напоминаем, что праздник на Певческом поле начнется 21 августа в 14 часов. Но ворота для гостей распахнутся уже в час дня. А мы переходим к другим темам. Готовность номер один. Именно к ней стремятся в учебных заведениях столицы, где идут последние приготовления к приему желающих получить вакцину. Ведь уже на этих выходных во многих столичных школах откроются пункты вакцинации. Наша съемочная группа побывала в одном из них и убедилась в полной готовности временного медицинского пункта. После завтра сразу в нескольких таллинских школах откроются временные пункты вакцинации, где ждут как школьников и их родителей, так и жителей ближайших домов. В целом же запретов совсем никаких нет. И любой желающий при необходимости может зайти в такой пункт и без предварительной регистрации получить вакцину. Сегодня во многих школах прошли специальные совещания, где проверялась готовность к этой акции. Здание будет готово к субботней акции вакцинации. И уже буквально мы закончили подготовление. И какие-то баннеры будут довешиваться уже в субботу с утра, когда мы уже получим их непосредственно. И, конечно же, медики прибудут в субботу и уже будут готовиться к вакцинации. Разумеется, вакцинация школьников будет проходить исключительно в присутствии родителей или с их письменного согласия. Необходимо заполнить простую форму, подписать ее дигитально и отправить школьной медсестре. Бланки можно получить как в школе, так и скачать с портала talent.ee. И больше ни о чем не беспокоиться. Ведь персонал, который будет вакцинировать, прошел всю необходимую подготовку и гарантирует безопасность. А также ответит на все ваши вопросы. Работники школы помогают учителя, кто вакцинирован уже двумя дозами, соответственно, для того, чтобы исключить все риски, как волонтеры. С нашей стороны это координирование направления людей. Со стороны медиков, конечно же, это отслеживание самочувствия людей, консультирование на месте. Если есть такие вопросы, то также медики будут находиться на месте. Регистрация. Школы, которые на этих выходных откроют вакцинационные пункты, расположены во всех частях города. В центре это Таллинская реальная школа, в Лас-Намяе гимназия Ля-Намери и гимназия Лагна. В Хаберсте гимназия Ярвиотца, в Мустамяе таллинская 32-я средняя школа, в Пыхья-Таллине Пельгулиновская гимназия. Всю эту, а также дополнительную информацию можно найти на сайте Таллина. В разделе «Важно». Вадим Малышкин, Роман Васильев. Новости Таллина. Согласитесь, что к празднику очень хорошо получать позитивные новости. И есть такая приятная новость как для спортсменов, так и для всех жителей Лас-Намяя. Ведь много лет назад за районом закрепился штамп «Городская спальня». Хочешь заняться спортом – езжай в центр. Культурные мероприятия – это тоже в других районах. Рок-концерты – это уж точно не здесь. Да и природой не насладишься в каменных джунглях. Как же изменились времена? Об этом в репортаже, который подготовил Илья Бань. Семь лет назад здесь был построен ледовый холл Тонди-Раба. Здесь же в конце августа будет открыт уникальный парк. Но годами в Лас-Намяя остро стоял вопрос об Олимпийском бассейне. И дело сдвинулось с мертвой точки. Ультрасовременный водно-спортивный центр будет возведен именно здесь, к 2024 году. Лас-Намяйский микрорайон Тонди-Раба становится местом, где для горожан появляется все больше возможностей для активного и спортивного досуга, как на свежем воздухе, так и в помещениях. Видение того, что крупнейшему столичному району необходим свой так называемый спортивный городок, появилось много лет назад. Несмотря на то, что здесь имеется ледовый холл и прекрасный парк со спортивными площадками, развитие этой концепции не исчерпано. Мы заглядываем в будущее. И следующий объект в этом районе это как раз-таки бассейн. И на сегодняшний день мы говорим о более широкой концепции. Это не просто бассейн, это водный парк. И даже, я бы сказал, мультифункциональный спортивный комплекс, где будут созданы условия для развития разных видов спорта. Спортсмены получат ультрасовременную площадку для тренировок. А нам с вами, возможно, больше не надо будет обязательно ехать именно в Нарво-Есу или Пярну для получения вводных процедур на любой вкус. Несмотря на рост цен на строительные материалы, партнер столицы уверен, что все намеченное удастся реализовать в срок. Будет построен внушительный комплекс, состоящий из трех частей. Первая – спортивная. Здесь расположатся 50-метровый олимпийский бассейн и другие бассейны. По соседству появится спортивный зал с трибунами на полторы тысячи зрителей для таких дисциплин, как баскетбол и волейбол. Вторая часть здания – это зона отдыха и развлечений. Здесь будет полный набор банных процедур и спа, а также зал для игры в боулинг. Третий сегмент будущего здания – места ночлега и размещения, что упростит жизнь болельщикам и спортсменам. Трибуны у главного 50-метрового олимпийского бассейна вместят 400 зрителей. Помимо большого бассейна, в комплексе предусмотрены два бассейна поменьше – 25-метровый и бассейн для обучения плаванию детей. Все технические нюансы согласовывались с Эстонским союзом плавания. Что касается непосредственно стройки, то ходатайство о получении разрешения на строительство будет подано в сентябре. Здесь никаких задержек не предвидится. Сегодня мы говорим о том, что готов проект и совместно с партнером, потому что инвестиции в данном случае идут из частного сектора, этот проект будет реализован, еще раз повторюсь, уже к 2024 году. А сегодня у нас есть приятная необходимость выбрать название будущему объекту, и мы хотим, чтобы в этом процессе приняли бы участие все таллинцы. На сайте города уже открыто голосование по предложениям о названии водно-спортивного комплекса. Принимается до трех вариантов от одного человека. Лучшие из них и, собственно, название «Победитель» будут отмечены призами. Согласитесь, если именно ваш вариант станет победителем, то это может стать предметом гордости или даже семейной легенды. Еще недавно трудно было поверить, что именно жители центра и других районов будут ездить властными за культурными событиями и спортом. И самое главное, что на этом развитие нового Лоснамяя не исчерпано. Илья Бань, Роман Васильев, новости Таллина. Ну а завершится череда праздничных мероприятий популярным фестивалем Коплифест, куда, разумеется, приглашаются не только жители Копли или Пахья Таллина, но и всех желающих. Тут будет все. И экскурсии, и концерты, и вкусная еда. Причем организаторы убеждены, что этот район постепенно становится отечественной Меккой для гурманов. Подробнее о грядущих событиях в материале Лины Туровской. В современной Эстонии живут представители около 200 национальностей. Действуют многочисленные национально-культурные общества, для которых дата восстановления независимости тоже важна. Сейчас в Таллине существуют и диаспоры с многовековой историей, и новые мигранты, кто приехал сюда 5-10 лет назад. Сегодня представители старшего поколения вспоминают, как с надеждой представители разных национальностей встретили новость о создании Свободной Эстонской Республики. А форум народов Эстонии собрался еще в 1988 году, тогда представители украинской, белорусской, еврейской, литовской, армянской и многих других диаспор поддержали эстонский народ в его стремлении к независимости. Хотя об этой поддержке далеко не всегда помнят наши политики. Был форум народов в 1988 году, где национальные меньшинства собрались специально, чтобы продемонстрировать свою поддержку эстонскому народу, чтобы не внушало им чувство страха наличие других национальностей в Эстонии. Я имею в виду чувство страха о своем будущем, о будущем своих детей, о будущем Эстонии. Но в празднике хочется хоть ненадолго о политике забыть. Этому точно поспособствует традиционный Копли-фест, культурный фестиваль в районе Копли, который в этом году посвящен традициям разных народов. Программа составлена совместно международным объединением национально-культурных обществ Лира и управой Пыхья Таллина. Будет у нас представлено выступление удмуртского ансамбля Оснас, различных ансамблей танцевальных и вокальных студий, которые входят в состав Лира. Например, можно будет услышать выступление молдавского ансамбля Букурия и увидеть славянский танцевальный ансамбль Горлиса. Список артистов еще очень длинный, причем есть не только таллиннские коллективы, но и гости, как, например, чувашский ансамбль Нарспи из Нарвы. Подробная программа Копли-феста, который пройдет 22 августа на официальном сайте Таллина. Лентуровская Роман Васильев в новости Таллина. Почти все мероприятия, о которых мы вам рассказали, пройдут в эти длинные выходные на открытом воздухе. Но, учитывая прогноз погоды, который сейчас прозвучит, не забудьте прихватить с собой зонтики. Предстоящей ночью существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 5 до 15 метров в секунду, температура воздуха от 11 до 13 градусов тепла. Завтра днем переменная облачность, временами пройдет дождь, есть вероятность грозы. Ветер юго-западный порывами до 13 метров в секунду, температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. В ночь на субботу ожидается сухая погода. Температура от плюс 9 до плюс 12 градусов. В субботу днем пройдет ливневый дождь, температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. В ночь на воскресенье без осадков, температура воздуха плюс 10-12. В воскресенье днем ожидается ливневый дождь, температура от плюс 15 до плюс 17 градусов. И все же праздники состоятся при любой погоде. И на этом наш предпраздничный выпуск завершен. А мне остается только поздравить вас с наступающими праздничными днями. А я, Екатерина Плехова, с вами прощаюсь и напоминаю, что новости Таллина вновь будут в эфире уже в следующий понедельник ровно в 20 за 1.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова